Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал, меня зовут Арина, я практикующий психолог, я делаю обзор на лирику ваших любимых песен, а также мы вместе смотрим интервью и передачи с вашими любимыми артистами. Сегодня мы будем слушать песню No More Dream, BTS, конечно же, ну а прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что у меня есть группа музыка со смыслом, это группа специально для вас, для людей, которые хотят общаться на любимые темы, и в эту субботу мы с вами будем обсуждать песню Make It Right, BTS, я могу все исправить, и через эту песню мы с вами поговорим о том, как мы совершали те или иные ошибки и какая у нас есть возможность их исправлять, как мы можем учиться и находить тот ресурс, который позволяет нам расти и развиваться. Если вам интересно, напишите, пожалуйста, мне в WhatsApp, Telegram, Viber, или же переходите по ссылочке в мой Инстаграм, также можно написать мне в Директ, я в личном сообщении сброшу вам все-все подробности. Ну а также в моем Инстаграме есть очень много информации по психологии, поэтому кому интересно, пожалуйста, подписывайтесь. Ну что, начинаем No More Dream. Это последний концерт онлайн, новое выступление относительно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Прекрасное выступление. Прекрасное выступление. С одной стороны, очень дерзкий и такой пробуждающий, даже можно сказать гневный, вот такая ярость звучала в плане того, что ну что ж ты разучился мечтать, посмотри на себя, там такие были хорошие строчки, что сделай хоть что-то и забудь о своей слабости. Конечно же, мы очень сильно, если растем, особенно в тревожной семье, мы себя обесцениваем и мало кому предоставляется такой шанс внутренней храбрости, смелости, умения рисковать и доверять самому себе. Зачастую мы все склонны себя обесценивать и нам всем кажется, что мы ни на что не годны, что нет у нас особых талантов. Но я точно могу вас уверить, что неталантливых людей нет или же глупых людей не существует. Есть люди незамотивированные, то есть до тех пор, пока вы сами не осознаете, для чего нам достигать тех или иных целей, у нас должна быть очень глубокая мотивация. Ведь когда ребенок увлечен чем-то и играет, его невозможно отвлечь, он погружен в этот процесс именно потому, что ему нравится. Вот здесь должна быть некая хитрая комбинация заинтересованности и в то же самое время превратить, казалось бы, эту невинную шалость или игру детскую в профессию. И поэтому у психологов есть такой инструмент, когда просят клиентов вспомнить, а во что вы играли в детстве. И, конечно же, чаще всего это будет приближать нас. Наше бессознательное влечение к тому роду деятельности автоматически приводит нас к профессии. Даже многие это подтверждают. Кто-то в детстве играл во врача и мечтал всегда стать врачом, помогать людям, исцелять их. Кто-то все время кого-то поучал, стоял у доски и что-то писал. И, соответственно, это влечение потом в будущем реализовывается как педагог. В общем, мы правда иногда разучиваемся мечтать. То есть как будто нам слишком часто бьют по рукам, запрещают, обесценивают или смеются над нашими надеждами в будущем. И тем самым мы как будто внутри ломаемся. И мечта превращается всего лишь какой-то глупостью. И мы говорим, да, только дураки мечтают или же что-то такой маленький, наивный. Но на самом деле нет. Если вы почитаете биографии огромного количества успешных бизнесменов, ученых, композиторов и так далее. У них у всех была мечта. Именно эта основа позволяет нам стратегически научиться мыслить и уже через теорию перейти этот порог и начинать действовать. Вот именно действие на пути к становлению своей цели. То есть из мечты мы должны перейти в категории целей. А цель всегда должна быть четко прописана и как график, и режим, дисциплина. Все это будет способствовать тому, что ваша цель действительно станет реальностью. Поэтому постарайтесь подумать об этом. Постарайтесь ваши мечты, казалось бы, детские, наивные или же глупые, да, в кавычках, сделать вашей реальной мечтой. И действительно тогда вы уже как будто притянете информацию, которая поможет вам реализовать, достичь своего желаемого, да, объекта или же какой-то, возможно, деятельности, о которой вы мечтали. В общем, ребята, очень классная песня. Отдельно, как всегда, хочется подчеркнуть хореографию, от которой просто невозможно оторваться. И для меня это такой мини-такой мюзикл, да, как они классно, именно характер песни, да, характер текста, даже в той же самой лирике, очень классно воплощают в хореографию. То есть их танец подтверждает то, о чем они поют. Вот это мне в них невероятно нравится, что хореография, она как будто невырванная, да. Вот бывает очень часто, когда постановка бывает чужая, да, вы как будто бы приглашаете танцоров профессиональных, но они не чувствуют вашу музыку. А здесь идеальная комбинация, действительно, хореография отражает то, о чем они поют. Вот, поэтому можно смотреть на это бесконечно много. И, в принципе, этот трек я много раз смотрела, именно смотрела, то есть не слушать, да, а вот хореография классно поставлена. Хочется пересматривать снова и снова. Ну что же, ребята, напоминаю в эту субботу Make It Right. Я хочу все исправить, я могу все исправить, поэтому если эта тема вам очень интересна, присоединяйтесь к нашей группе. Осталось не так много мест, буквально три там, по-моему, свободных места, поэтому у кого есть желание, добро пожаловать. А я на сегодня с вами прощаюсь, всего вам доброго, пока-пока.